Эфир канал ОТС продолжает экстренный вызов. Меня зовут Мария Никитина. Здравствуйте. Посадки продолжаются в новосибирском СИЗО. Сегодня стало на одного экс-полицейского больше. Центральный суд отправил под стражу бывшего начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции регионального главка МВД Владимира Вялкова. Накануне рано утром силовики ФСБ и следователи СКА нагрянули в шикарный загородный коттедж Вялкова в поселке Озерный. Ему предвели постановление о возбуждении уголовного дела по статье о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере и провели обыски. Сегодня сотрудники конвойного подразделения доставили отставного полковника полиции на заседание по избранию меры пресечения. Увидев в коридоре представителей СМИ, один из сопровождающих заботливо натянул на голову бывшего коллеги капюшон. В мае 23-го Владимира Вялкова уволили из органов с формулировкой в связи с утратой доверия. Говорят, должности полковника лишили по результатам контроля за расходами. Он якобы не смог обосновать, на какие деньги купил жилье. Владимир, выскажитесь, пожалуйста, по обвинению, обоснованно, не обоснованно, на ваш взгляд? Можно, без комментариев. Сумму взятки не называют, но по нашей информации, незаконное денежное вознаграждение 47-летний Вялков получал за крышевание подпольного производства контрафактного алкоголя. На время следствия судья решила оставить предполагаемого мздоимца за решеткой. Сразу после Вялкова в зал заседаний конвой привел предполагаемого посредника передачи взятки. Денис Арисов живет в том же коттеджном поселке, что и главный фигурант. Обвиняемому на время следствия избрали более мягкую меру пресечения в виде запрета определенных действий. Из-под стражи его освободили. Вспомнились былые обиды. 38-летнего новосибирца отдают под суд по статье убийства. В конце ноября прошлого года он расправился со своим приятелем. И обвиняемый, и его жертва сидели в одном из кафе на Красном проспекте в Зайльцовском районе города. На почве чрезмерно выпитого алкоголя поссорились. Выяснять отношения вышли на улицу, где после небольшой потасовки, во время которой оба участника размахивали руками и ногами, более прыткий схватился за нож. Удар был прицельный в грудь. Шансов выжить никаких. 34-летний потерпевший скончался на месте происшествия. В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении признал полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Еще одного новосибирца, который буквально накануне размахивал клинком на улице Мясниковой в Калининском районе, вычислили и задержали полицейские. У нас есть видео его злоключений, благо окружающие не пострадали. Он орудовал долго технично кромсая шины автомобилей. Мимо шли прохожие и гуляли мамы с колясками. Чем была вызвана такая агрессия неизвестно. Люди побоялись вмешиваться. А потом неадекватный персонаж со слов свидетелей с тем же огромным ножом рванул через дорогу к остановке общественного транспорта, заскочил в автобус номер 28 и уехал. 11 апреля в полицию поступили заявления о повреждении транспортных средств на улице Мясниковой в Калининском районе. Подозреваемый, используя нож, порезал колеса на автомобилях, припаркованных у края проезжей части. Полицейскими незамедлительно были приняты меры, направленные на установление личности нарушителя. Ориентировка была передана всем наружным нарядам. На станции Зайльцовская злодея вычислила система идентификации лиц Find Face. Подозреваемого задержали сотрудники отдела полиции на метрополитене. Им оказался 41-летний житель Калининского района. Пока подробностей его биографии нет. Правоохранители выясняют детали инцидента и сумму причиненного ущерба. Еще полторы сотни иностранцев проверили сотрудники новосибирской полиции при поддержке спецназа Росгвардии. Рейдовые мероприятия по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства в регионе будут продолжены. На этот раз правоохранители посетили места концентрации приезжих на территории Ленинского и Кировского районов города. Смотрели наличие разрешительных документов на въезд в страну, патенты на работу и медсправки. Составили 11 административных протоколов. Обнаруженных нелегалов отправили в специальные учреждения временного содержания. После определенных процедур их выдворят за пределы Российской Федерации. А сейчас, внимание, розыск. Мы покажем ориентировку на предполагаемую преступницу. Если знаете, где она находится, помогите следствию. Телефоны для связи будут на экране. Сотрудников отдела полиции номер 9 Первомайский интересует покупательница, которая в начале апреля отоварилась в одном из магазинов и рассчиталась чужой банковской картой. Хозяин счета заблокировал его только после того, как прошло списание 3000 рублей. Такой шоппинг правоохранители назвали кражей. И последнее. Стеллу сносили, но виновных нет. Железнодорожный суд Новосибирска сегодня поставил точку в резонансном уголовном деле. Два года назад общественность взбудоражил факт исчезновения памятника Великой Отечественной войне. Его убрали фактически из центра города ради строительства коммерческого объекта недвижимости. Стелла, из-за которой произошел скандал, расположенная на Красном проспекте. Она простояла здесь долгие годы. Несколько лет назад владельцем земельного участка, на котором она расположена, стал застройщик, решивший возвести в этом престижном районе города современный гостиничный комплекс. В итоге Стелла пропала, а историей заинтересовались правоохранительные органы. Исчезновение Стеллы, посвященной 45-летию победы в Великой Отечественной войне, вызвало широкий резонанс в социальных сетях. Ситуация привлекла внимание и председателя СКР Александра Бастрекина. Через несколько дней следователи возбудили дело по факту ее уничтожения. Впрочем, до суда дошла совсем другая формулировка. К уголовной ответственности за халатность привлекли главу Центрального округа Сергея Кононникова. Хотя, как утверждает чиновник, он все делал в рамках закона и своих полномочий. Строительная компания обратилась в адрес администрации по поводу демонтажа и переноса в другое место, с предложением его отреставрировать. Это находился на частном земельном участке, памятный знак. И я, скажем так, для того, чтобы его сохранить, поставил подпись, что не возражает при условии его сохранения и переноса. Есть и еще один интересный момент. Так как стало находиться на частной территории, следить за содержанием исторического памятника муниципальные власти не имеют права. А ведь следствие наставило на том, что глава округа виновен в плачевном состоянии объекта. Адвокат чиновника указывала на эти факты, но дело не закрывали. Конечно, неоднократно заявляли ходатайство о прекращении уголовного преследования, приводили те же доводы об отсутствии состава преступления. Но следственные органы не услышали, у них было свое мнение. Поддерживали Канунникова и многочисленные представители районного совета ветеранов, по инициативе которых Стеллус Красного проспекта и решили перенести в более удобное для проведения памятных мероприятий место. Демонстрацию туда не провести, детей туда не подвезти, там негде совершенно делать, правильно? Удачное место расположения совершенно. Ничего он не представляет с точки зрения истории, архитектуры, скульптуры. Памятник в тот момент находился в неухоженном состоянии, был изрисован краской и обклеен объявлениями. Застройщик должен был демонтировать его, отреставрировать и установить на территории госпиталь ветеранов номер 2. Именно на этой локации настаивали активисты. Работа началась, однако из-за скандала ее пришлось прекратить и вернуть исторический объект на место. Продолжилось и судебное разбирательство, оно длилось больше года. Оправдать Канунникова Сергея Ивановича, признать законодниковым право на реабилитацию и обращение в суд с требованием о возмещении имущественного и морального беда, связанного с уголовным исследованием. После оглашения приговора группа поддержки чиновника радостно аплодировала. Сам Сергей Канунников отметил, что согласен с решением суда. Сейчас Стелла стоит на своем прежнем месте, а прилегающую к ней территорию привели в порядок. Рядом застройщик продолжает возводить отель бизнес-класса и, видимо, теперь ему не мешает этот объект, который должен напоминать нам о великом подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. На этом пока все. В студии работала Мария Никитина. До встречи на ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok